Привет, друзья! Я вот сейчас пытаюсь с палкой разобраться. Что-то как-то у меня по-разному получается. Но она такая у меня на блютухе. Ой, а что это у меня тут происходит? А, это секунду, все нормально. Я думала, что у меня предыдущие записи записываются, но слабого нет. Вот, чемодан я перебрала. Я же собиралась на 7 дней, я еду. Получается, 21 я прилечу, 22 я буду в Анадаре, 23 я уже влетаю. Поэтому я очень ненадолго. И, соответственно, все пришлось поменять, ну не поменять, а брать лишнее. Вот. И, опять, опять баррель. Вот. Ну, и хорошо, с другой стороны. Как-то разнообразие какое-то, полегчало мне прям даже как-то. Вот. Сейчас поеду по магазинам, куплю. Папе еду на 4 дня в себе, там что-нибудь. Ну, вообще, куплю себе. Вот. Распечатаю заодно все свои вылеты и прилеты. Вот. И этот, как он, посадочный талон свой. Вот. Так что, такие вот дела, друзья мои. Ну, что хотела я сказать, в общем, да. Первое, это, ну, у меня друзья мои, они до сих пор, многие не поняли, что случилось, почему я не лечу в пиве, ничего надо, почему все применялось. Хотя я это писала уже не раз, но, видимо, нужно еще раз это сказать. Вот. Что дело, в общем, так было, что во вторник, на прошлой неделе, я купила билеты в пиве, потому что предположилось, что билеты будут сложнее всего. Они вообще дорогие, они 100 тысяч стоят почти. 99. Вот. Купила я билеты, стала искать жилье. Жилье я не нашла. Ну, пускай, так сказать, это очень странная история с Васей, и жилье я не нашла. Там его, нет, я позвонила несколько, ну, в гостиницу, там одна гостиница, я до одной дозвонилась. Вот. Второй этап номер не отвечал. Вот. Соответственно, я позвонила в гостиницу, там все занято, и я позвонила людям, которые сдавали квартиры, там тоже все занято, ну, и сдают. То есть, как мне ответили, как бы объяснили мне местные жители, что Росатом там полностью, ну, и все остальные компании, которые участвуют в запуске по ТЭС, они раскупили, в общем, все, что там было, кроме того, там, я сколько я понимаю, тоже, бахтовики всякие, ну, то есть там очень много тех, кто работает там, и там места нет пока туристам. Ну, я так, ну, предполагаю, что места, видимо, не будет минимум год еще, то есть в следующем году летом, если вы планируете куда-то попасть на Чукотку, это дома не будет и век. Вот. Я отменила, соответственно, свои все билеты, вернула, потому что там надо вернуть было за сутки до вылет, там, вот, самое позднее. Вот. Соответственно, я вернула за сутки до вылет, там не вернули деньги, уже двух человек пришел мне, что нужно вернуть там возврат. Вот. И я лечу Анадырь, то есть я забронировала все билеты другой авиакомпании, и я лечу Анадырь уже. Вот. Соответственно, я там, ну, мне что-то просто солнце вроде не сюда светит, но у меня, в принципе, окна Тенвосток, солнце уже переходит туда на юг, и там окна у меня еще одна на юг, то есть постоянно солнце у меня, ну, зимой хорошо, летом очень жарко, вот, и вроде солнце мне не в лицо, но как-то странно, я себя чувствую. Вот. И, в общем, я забронировала там уже отель, хороший очень, по идее, должен быть он. Ну, посмотрим. Ну, я думаю, что нормально. Вот. Обещают там вкусный ресторан, отзывы обещают мне там вкусный ресторан внизу в отеле, мы посмотрим тоже. Я с удовольствием, соответственно, туда схожу. Вот. И, в общем, я надеюсь, что поездка будет у меня нормальной. Вот. Ну, как мы все поняли, дело тут не только в Ваше. Просто, ну, как бы, понимаете, людям достаточно сложно объяснить, и долго объяснять там, почему я еду, там, зачем я еду. Поэтому гораздо проще и понятнее всем, ну, особенно глядя на меня, люди сразу верят в то, что, ну, меня там Вася. Хотя Вася, конечно, тоже был важен, вот, но мне Вася и после. Вот. Ужасно, я тебе, да, я циник. Как там, ну, Вань, там, с подружкой что-то смеялись. А, я циничная досранка. Вот. Пришли мы к выводу. Да, ну, циник, да, да, есть такое дело. Вот, вчера купил себе розовый халатик, розового пряжи, очень цинично выгляжу. Вот, а что хотела еще, ну, вот, чуть-чуть, ну, я всего пять минут сегодня говорю, потому что вроде как, ну, понимаете, чтобы было понятно, что происходит, потому что у меня друзья говорят, что происходит. Хотя я столько раз уже писала и говорила, и объясняла вроде, хоть что-нибудь понял. Еще раз говорю, да, мы уже исключали лирику. Вот. А, вот, еще, ну, собственно говоря, вот, очень много сейчас всякого случилось у нас. Это и отставка возглавлявшего комитет по, нет, это не комитет, это предпрезиденте, правозащитники наши, короче. Вот, голова его ушел, это, и туда же в один ряд идет и переделка храма в Сирме, по-моему, ну, я сегодня писала, да, где один из очень редких храмов 20-х годов прошлого века, он облицовывается плитами и будет побелен. Это странно очень, да, то есть это фактически разрушение аутентичности такой храма, да, это плохо. Вот, и создание какой-то мега военной строительной компании, совершенно ясно, ну, как бы, абсолютно, что это будет просто воровство в огромных масштабах денег. Ну, то есть, вот, нереальное будет что-то, да, вот, как бы, все эти вещи, и, опять же, вот вспоминается мне, да, что, ну, я много достаточно интересуюсь с регионами, вот у меня главрент, он больше интересуется, хотя он там, он кто-то, ой, я не помню, от ОНФ, что ли, он что-то там с регионами. Ну, я не политик, я в этом не считаюсь, он не говорил, я забыл, как все. Вот, но регион, его, видимо, не очень сильно интересует, он говорит, что на декутке очень мало народу, ну, что туда вообще, что там интересовываться, что там делать, там, народу, три человека. Вот, я вам говорю, ой, вот, там, всех увидеть, не увидеть, там, в Анатоле, там, знакомый есть, он говорит, ну, что там три человека, ну, что там, ну, 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 ну. Но как-то, вы знаете, всё-таки не то, что справедливо должно быть, но у нас в Москве настолько, вы знаете, это не просто воровство, это просто такое беспредельное воровство. Просто вот оно в таких масштабах, что люди, ну как в регионах особенно, нас как бы пытаются как-то гнигами залить, но в регионах особенно, они вообще настолько пето живут, ну просто нищие живут. Ну просто вот, если кто-то был, ну я просто езжу в регион периодически, работать там приходится. Вы знаете, ну просто нищета, вот она какая-то африканская, да, она даже не европейская какая-то, вот даже с европейским бомжом не сравнить наших небогатых людей, которые работают. Они работают, у них люди работают, они живут просто вот в нищете, просто я не знаю, как с чем это сравнить. Такого даже при Советском Союзе не было, что так нищие люди живут. И поэтому, конечно, очень это неправильно. И вот, ну вспоминая опять вот сейчас ребят, у нас еще один виток маразма, да, кусок маразма, это то, что ребят, которые участвовали вот в протестах летних, их просто закатывали в асфаль, сейчас очередная волна пошла. Вот, вы поймите, дорогие мои, что мы как раз, вот и мужчины, наш, слава богу, мужчины как-то у нас стали, да, выходить. Потому что раньше даже на тетке там, все-таки за политику отвечают мужчины, ну мы там по экономике, пожалуйста, должны приготовить, там купить, да, все-таки за то, как мы будем жить дальше, да, политический вектор, это все-таки мужское дело. Вот, и выступать там, и ходить, и протестовать, это все-таки мужчина. Потому что, ну вот я что пойду, вот я пошла, когда там, ну хотя бы посмотреть, что там происходит на Тверской, вот первый день протеста, не помню, около часа уже было. Но меня вот спину скрутило, я смогла дойти, только-то была Тверской, и назад пошла. То есть у меня настолько спина болела, что меня полиция там чуть ли не на руках носила в метро. Понимаете, хорошо там полицейские были, ну, когда они не то, что смогли, но они хоть посочувствовали. Вот, ну то есть от меня-то чё, у меня то коксические дни, то спина болит, то что-то готовить надо у меня папа, то еще что-нибудь, да. То есть это, конечно, мужское дело политика. Вот, и то, что мужчины ей занялись, и все-таки они как бы выходят, не сидят на диване, думают, очень хорошо. За что, в общем, мы боролись, да. Полистических лозунгов там не было, я святитель, не было там политических лозунгов. Даже если бы они были, это вполне понятная история, к сожалению. Но их там не было, но объективно, ну что, ну вот так. Вот, а были лозунги допустить наших кандидатов до выборов, наших кандидатов, которых мы хотели выбирать. Вот, почему мы их хотели выбирать? Потому что, вы знаете, говорят, что в Москве много денег. У нас много денег действительно в Москве, в бюджете. Куда они идут, совершенно непонятно. То есть понятно, что они идут в карманах чиновников, которые управляют. Вот, а у нас, вот смотрите, вот крыша перекрылась. Вот, сейчас я, а, я не покажу, здесь же это же не фейсбук. Вот, крышу у нас перекрывают, вот ее уже третий раз перекрывают. Ее не могут перекрыть нормально. За лето третий раз, я сижу здесь, вот около окошка, и смотрю, сейчас сняли все железо, сейчас дождь пойдет, там зальет квартиру. Да, прекрасно. У нас во дворе освещение сняли, фонари спилили болгарочками. Ну, видимо, они там, ну, покоцаны, может, но эти фонари стояли уже лет 5-6. Ну, можно там поменять плафоны, там, проводку, ну, что, ну, это же они на улице стоят. У нас темно, у нас через двор страшно ходить. У нас освещены только улицы вот это проезжие, ну, где ездят машины. Все, у нас весь двор темный, там шею все свернут вообще на раз. Вот, у нас детских садиков нет, их нет, их физически нет, некуда детей отводить в детские садики. У нас очень много сейчас, когда размножается народ, ну, все, просят же размножаться. Детей некуда в детский садик отвезти. У меня подружка, она водила, вот, Вовку, она водила там с большим уговором в какой-то коррекционный. Хотя он нормальный, вполне парень, ему не нужен коррекционный детский сад. Ну, просто вот в коррекционный на полдня она его там смогла взять, чтобы бабушка хотя бы прибраться могла. То есть детских садиков у нас нет, у нас дорогу, ну, вот, во дворах цвета нет. Я не знаю вообще, где такое еще в стране. Ну, где-то, наверное, у нас вот крышу не перекрыли, да, люди будут потом за ремонт себе платить, потому что, ну, так, нет крыши, который день. Все лето ченят крышу у нас. А вот там вот у метро у нас строится огромный дом. Вообще у нас хотели огромный дом построить во дворе у меня. Подружку мою к МУ переселить. Вот сейчас мы около ДТК же, около третьего транспортного кольца, но недалеко. Что хорошо, до работы близко, детский садик всячески какой-то есть. Школа во дворе есть, хорошая школа, да. Работать же надо ей где-то. Ее хотели переселить в Замкат, в Подмосковье, считай, да. Ну, там назвали это Москвой. Вот, наш северный округ, по идее, поселок Северный. Хотели ее поселить. Там один выезд в Москву, ехать на маршрутке два часа до центра. Ну, часа три до центра, я думаю. Ну, тут не до центра, они ездят, наверное, до окраина, до первого сада. И работать-то как? Нет же работы в этом поселке Северном. Понимаете? Что там это? То есть это надо ездить, работать каждый день в Москву два часа. Вот, не говоря о том, что там неизвестно, что с поликлиникой, с детским садиком, со школы. И как бы ты живешь в Москве, тебя насильно берут и перевозят в квартиру той же площади, только в Подмосковье. Ну, нормально вообще. Ну, вот, ну, мы отстояли здесь, мы объединились все, соседние дома отстояли, не стали строить. Ну, и потом повезло, Ловушков сменился на согранина. Вот, тут Батурина хотел строить, у нас небоскреб огромный, 30 этажей. Причем у нас в Москве, ну, как правило, мы же не в Нью-Йорке, мы не стоим на плите вот этого трома, да. У нас здесь болота были раньше. То есть у нас все потихонечку, все вот эти небоскребы, они все уходят в воду, в землю. У нас подводные, у нас тут реки подземные просто идут. У нас метро глубокого залегания, ну, поэтому, что, ну, очень плохая земля. Грунты такие. И у нас около метро сейчас строят тоже огроменный какой-то домино. У нас вот этот соседний дом маленький, 5 этажей, и вводили 2 или 3 года, потому что не могли там что-то сдать, коммуникацию подключить, там вода была. Вот, но сейчас там люди живут, в общем, вроде все нормально. Дай Бог, чтобы они нормально жили, потому что дом небольшой, и люди вроде симпатичные, которые живут у нас, соседи, это важно, друзья мои. Вот, хорошо, что люди приличные. Вот, а там вот, ну, то есть они не либо жили, ничего плохого не делают, и как бы, ну, вообще приятные молодежь там. Много детишки там, ну, хорошо. Вот, с удовольными соседями. Вот, а там у метро строят какой-то огромный небоскреб, там будет и офисы, и что-то, и жилые помещения. Ну, понимаете, во-первых, он прям сразу около железной дороги. Ну, то есть железная дорога там в метрах 5 проходит. И там круглосуточно поезда идут. То есть люди бедные, они будут жить как в поезде постоянно. Вот, и потом опять же, там вот эти вот болотца, они прям, ну, там долго достаточно был пустырь. И там болотца вот эти, они просто стояли. И там жили эти утки, жили у нас на болотах, понимаете, около метро. И там сейчас строят огромный дом. Вот, причем строят очень быстро. И понятно, что, скорее всего, ну, как бы человек нормальный, не поедет, не купит квартиру в доме около железной дороги. Ну, а если хотя бы немножко он поинтересуется, да, на болотах. Но, к сожалению, видимо, скорее всего, в этот дом будут переселять людей, инновации. То есть насильно. Людей из пятиэтажек каких-нибудь, да, Хрущевых. Ну, да, да, плохо, наверное, да. Ну, и в переселе туда вот, да, ехать постоянно на электричке. Поэтому говорить о том, что нам, в чем мы протестуем, да, и что нам не сидится у нас за столько денег, деньги есть, но не у нас, понимаете. Мы как раз протестуем против вот этого вот безумного, просто триллионного воровства. Триллионного. И вот реально, да, мы не просим, чтобы нам какую-то создавали, нафиг нам эти все там тротуары с бордюрами каждый год менять. Не надо, понимаете. Вы людям отдайте. В регионы хотя бы отдайте. Верните в регионы деньги, да, которые вы прете из бюджета. Вот о чем были наши протесты. Да. Потому что деньги должны быть у людей, у тех, кто платит налоги, да, а не у тех, кто сел там в Мосгордоме из кресла своего. Он туда приклеился суперклеем и не хочет оттуда уходить. Вот. Ну, на этот раз как бы мы смогли провести какое-то количество народа. Но, к сожалению, не у нас в районе. Вот. Потому что у нас в районе коммунисты я не могу, у меня рука не поднимается коммунистам голосовать. Вот, по-моему, голосование было. Поэтому нас победил, да, этот, как, ядроз. Ну, что делать? Ну, так. Ну, зато мы, в общем, позицию свою высказывали. И в каких-то районах все-таки победили не из ядра, не из Единой России. И будем надеяться, что ситуация с воровством у нас бюджета, да, московского, с таким его несправедливым распределением, она будет меняться. Вот. Вот, с добрым утром пойду я в кучу ехать. Ну, сборы, сборы.